Вы слышали как болели экспансивные японские группы поддержки и вот сейчас выходит японская команда. Очень интересно посмотреть на команду Японии. Потому что я их в этом сезоне не видела ни разу. И те этапы Гран-при, этапки Кукумира, которые я смотрела, тоже команда не приезжала. Они всегда очень интересны. Японцы очень любят удивляться. В архиве телеканала «Спорт» сохранилась запись чемпионата мира 1981 года, который проходил в Мюнхене. Правда, девочки японки. Смотрите, какой интересный элемент. Да, прекрасно. Так вот, японская сборная тогда не завоевала призовых мест, но все специалисты, а тогда девочек в команде еще было шесть человек, так было в истории художественной гимнастики, удивили всех своей самообытностью и оригинальностью постановки. Мы посмотрим, что сейчас, в прошедстве стольких лет, держит ли планку. Симпромность такая поразительная. Почему групповые, более зрелищные художественные гимнастики многие считают? Да, потому что здесь все очень понятно. Вместе делают, слаженно, держат линии, да, равняются. Да, но потом, когда все-таки пять человек на площадке, это прибавляется в пять раз больше, дает эффект, чем от одной гимнасты. Ну вот это новый элемент сотрудничества, проход, летящий предмет у нас должна пройти. А как, Ирина, Вы вообще считаете, вот насколько сложнее тебя за пределы, это указано будет строго. Насколько сложно или просто работать с разнородными, с композициями, когда разнородные предметы одинаковые? Есть какое-то отличие? Ну, конечно, есть отличие. Когда предметы разнообразные, то это намного сложнее. Потому что, например, еще булавы, здесь получается не только два предмета булав, а их четыре. И с точки зрения постановки и с точки зрения координационной, это очень сложно для гимнастов. Ну, досадная потеря была. Ну, так упражнение очень неплохое. Ну, честно говоря, я не знаю, это все-таки, конечно, сборная команды Японии или нет. То есть по уровню я даже не могу вам сказать, не знаю. Может быть, они не на пике формы?